На этом графике можно видеть, когда лучше сжигать жир, почему лучше не есть после 20.00, когда эффективнее тренироваться, в какой период происходит полная перезагрузка организма и ценность сна наиболее максимально. В общем, давайте я быстро объясню, на что влияет какой гормон и как эти данные помогут вам стать здоровее. Первый гормон – мелатонин. Отмечен желтым цветом. Мелатонин защищает нас от стрессов, преждевременного старения, простудных и онкологических заболеваний. Максимальная концентрация мелатонин достигает к 2 часам ночи. На это время приходится около 70% количества всего гормона. Он очень важен для замедления процессов старения. Именно за это свойство мелатонин также называют гормоном молодости. Неудивительно, что в крови долгожителей фиксируется достаточно высокий уровень мелатонина. Как мы видим на графике, идеальное время, чтобы лечь спать – с 22 до 23.00, а просыпаться лучше с 5 до 6 утра. После 6.30 уровень мелатонина резко падает, и с 7 утра он освобождает место половым гормоном. Больше спать смысла нет, ценность дальнейшего сна равна нулю, а значит это пустая отрата жизни. Следующий гормон – кортизол. Линия оранжевого цвета. В последнее время кортизол сильно демонизировали. Однако не будем забывать, что именно этот гормон помогает выжить в стрессовых ситуациях. Кортизол нужен нам для адаптации к изменяющимся условиям и выполнения других жизненно важных функций. Он участвует в регуляции углеводного обмена, метаболизме жиров и белков, а также регулирует уровень сахара в крови. То есть, этот гормон очень важен. А вот в долгосрочной перспективе хронически высокий уровень кортизола в ответ на частые стрессовые ситуации – это вредно организму. Так вот, в течение дня уровень кортизола низкий. После 20.00 начинает резко подниматься, в полночь достигает пика и к 4 утра снижается. Если во время повышения уровня кортизола человек активен, решает проблемные вопросы в стрессе, то он рискует получить под утро инсульт или инфаркт. Вот вам и ответ, почему так часто инсульты и инфаркты происходят именно ночью и утром. Далее, гормон инсулин. На моем графике обозначен зеленым. Этот гормон регулирует уровень глюкозы в крови. Инсулин дает сигнал печени, мышцам и жировым клеткам усваивать глюкозу из крови, а они превращают ее в энергию, благодаря которой функционирует наше тело. И на графике это хорошо видно. Ночью, когда нашему телу не нужно много энергии, инсулин снижен, а в дневное время он повышен. Пик инсулина наблюдается с 13 до 18.00. Это указывает на то, что употреблять быстрые углеводы, фрукты, ягоды, мед и прочие сладости лучше в первой половине дня. Так ваше поджелудочное будет работать в комфортном режиме, а в крови не будет большого скачка уровня сахара. Также мы видим, что после 21.00 уровень инсулина падает. Вот почему рекомендация не есть после 19.00 имеет место быть. А если быть точнее, то в такое время нежелательно есть углеводы, иначе вам не избежать отложения жира в проблемных местах. Далее гормон глюкогон, обозначен голубым цветом. Является одним из антагонистов инсулина. Поджелудочная железа выделяет глюкогон, когда количество глюкозы в крови слишком низкое. И на графике мы можем видеть еще одну причину, почему быстрые углеводы лучше употреблять в первой половине дня. Гормоны роста Т3 и Т4 обозначены темно-сером. Их уровень обычно стабилен в течение суток, и это видно на графике. Для информации, недостаточность Т3 и Т4 приводит к угнетению метаболизма, поэтому часто первым индикатором нарушений является чрезмерный набор веса. Высокий же уровень гормонов щитовидки ускоряет метаболизм. Человек теряет вес. Высокий уровень также сказывается на нервной системе. Возникает чрезмерное возбуждение, тревожность, раздражительность. И мы приблизились к основному гормону роста, или как его называют, самотропный гормон. На графике он красного цвета. Этот гормон участвует во множестве процессов. Обмене белков, жиров, углеводов, регуляции водного баланса, а также непосредственно связан с ростом организма. Он регулирует работу печени и сердца, поддерживает физическую выносливость, а также защищает от накопления жира и потери мускулов. Уровень этого гормона повышается к 4 утра и доходит до пика в 8 утра, а затем постепенно снижается до 16.00. То есть наивысшая выносливость организма под нагрузкой и удержание мышечной массы наблюдается именно в этот период. Вот и причина, почему многие опытные атлеты предпочитают тренироваться с железом рано утром вместо вечера. Понятно, что здесь немногих интересует атлетика, но если вы теряете мышечную массу, не можете сбросить лишний жир, или у вас нет сил выполнять упражнения, вот вам ответ и решение, когда лучше тренироваться и сжигать жир. А вы обратили внимание, что неважно, где вырабатываются гормоны, все они направляются в печень. Именно она деактивирует все отработавшие гормоны и их метаболиты. Наивысшая активность печени наблюдается с часу до 3 часов ночи, а с 13 до 15 часов печень работает слабо. Если человек ложится спать вовремя, печень в это время полноценно занимается обезвреживанием опасных веществ, попавших в организм. В общем, полезнее для здоровья и долголетия ложиться спать с 22 до 23.00, а вставать лучше с 5 до 6 часов утра. В этот период происходит полная перезагрузка организма и ценность сна наиболее максимально. Если не следовать этому правилу, то ваш организм будет быстрее стареть и изнашиваться. Если видео было полезным, спасибо за лайк, не стесняйтесь оставлять комментарии, задавать вопросы и самое главное, берегите себя.